В период пандемии коронавируса в больничном городке Боровска понадобилось расширить коечный фонд. Тогда пожертвовали отделением спортивной медицины Центры медицинской профилактики. Однако медики с оборудованием на улице не остались. Муниципалитет выделил пару тренерских кабинетов в спортшколе «Олимпийц». В спортивной сфере осознают, что лишаться такой организации городу никак нельзя. Подобные есть только в Чайковском, Кудымкаре и Перми. Мы решаем вопрос о допуске к тренировкам и соревнованиям. Если нужны какие-то консультации специалистов, мы обязательно эти вопросы тоже рекомендуем. Общаемся с родителями и говорим, что и как. Договариваемся с краевым врачом-скультовым диспансером. У них узкие специалисты, именно спортивные, которые нам помогают. Это интервью как раз записывалось в «Олимпийце» зимой 2022 года. А уже в 2023 году работа со спортсменами и их родителями велась на большей площади, но в более старом здании. На верхнем больничном по соседству с кожным нейрологическим диспансером. И в не очень удобном месте с точки зрения транспортной доступности. Депутаты и городские власти прошлой весной сошлись во мнении, что и это не самое подходящее место для размещения. И вот этой осенью народные избранники заслушивают доклад о промежуточных итогах поисков подходящего медикам помещения. Они сами смотрели здание по Матросово 39. Очень им оно понравилось. Но когда прошли с рулетки, к сожалению, Санпин и все прочее не подходит это помещение по метражу. То есть они туда не влезают. По Степана Разина 39 опять у них ух-ях. Очень здание нравится, всем нравится. Проверили все технические возможности. Одного требования мы не можем выполнить в данном случае по этому зданию. Там нет парковки. От слова совсем. Члены комиссии приступили к обмену мнениями. Вроде измеряли, обсуждали. Потом раз, начинаются какие-то подводные камни, то есть возникают. И этот вопрос у нас тянется, 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 тянется. То есть и решения пока вот я не вижу, если честно. Докладчик сообщил, что есть еще один крайний вариант помещения на территории больничного городка на Калийце. Второй этаж здания принадлежит муниципалитету и там находится управление образования. Первый этаж принадлежит Минздраву Пермского края и его кабинеты пустуют. Я не знаю эти критерии. Вот сейчас, на ваш взгляд, по 20 лет победы, 10, все критерии удовлетворяют расположение там спортивного диспансера? Там есть возможность завести коляску, то есть широкий подъем, ничего ломать не надо. Там есть вентиляция такая, какая нужна. То есть мы считаем это помещение наиболее... Максимально пригодным. Подытожили обсуждение предложением, чтобы не потерять важную для Верхниками организацию и не ездить в ближайшую подобную в Пермь. Рекомендовать главе Соликамска максимально оперативно организовать встречу городских властей и местных парламентариев с представителями Минздрава Прикамья, ответственными за спортивное медицинское направление и главврачом горбольницы по поводу помещения по улице 20-летия Победы, 10, и вернуться к ситуации в октябре. Желают, чтобы этот вопрос скорее разрешился Антон Старостин, Павел Двинянинов и вся телекомпания Соль-ТВ.